Этот парк в Трубчевске, пожалуй, одно из красивейших мест в области. Он входит в двадцатку лучших парков России. Именно здесь ежегодно проводится праздник славянской письменности и культуры на земле Баяна. А еще это место тесным образом связано с династией князя, воеводы и дипломата 17 века Алексея Никитича Трубецкого. За ратные воинские подвиги царь Алексей Михайлович пожаловал князю Вочину Трубчевск и титул державца Трубчевского. Теперь в парке установлен памятный знак «Древо князей Трубецких», а на стене Троицкого собора памятная доска государственному деятелю Алексею Трубецкому. Именно он принял активное участие в присоединении Украины к России. Будучи полководцем, ушел в монастырь. Перед смертью принял иночество под именем Афанасий. Вторая такая же доска установлена недалеко от Трубчевска, в Спасо-Чаунском монастыре. Кстати, в самом парке после окончания празднования Дня славянской письменности и культуры начнется полная его реконструкция. Ведь недаром именно этим местом интересуются кинорежиссеры и здесь же снимают фильмы. Очень красивым элементом данного парка будет являться старинная ротонда. Это такая беседочка, где, возможно, молодожены будут тоже любить фотографироваться в будущем. Это красиво, и здесь есть две смотровые площадки. Справа и слева от центральной аллеи, которая центральная аллея не планируется вся в тротуарной плитке красивой. Здесь есть фонтан уже существующий, который мы подремонтируем. Он будет прекрасно здесь сочетаться с новым дизайном. Николай Денин оказал активнее включаться в работу по благоустройству парка. Кстати, асфальт здесь решили заменить плиткой, а по всей площади, а это ни много ни мало, 10 гектаров, провести освещение. Тут утвержденный план работы должен в полном объеме выполняться, чтобы к дню проведения урожая это осенью будет. Мы рекомендовали эти праздники в районных центрах провести к дню образования или города, или района, так сказать, или к дню освобождения района. Это будет проходить где-то вот сентябрь, октябрь месяц. Я думаю, то, что мы с вами посмотрели сейчас, и осенью это будет небо и земля. Богата земля Трубчевская старинными памятниками архитектуры. Один из них – средняя школа номер один. Ее здание построено в первой половине 19 века. Когда-то здесь размещалась женская гимназия, а с 1918 года она была преобразована в единую трудовую школу. Спустя 70 лет введена в эксплуатацию четырехэтажная пристройка нового здания школы. За все время оно так ни разу капитально и не ремонтировалось. Только заменили крышу и привели в порядок первый этаж. И это в новом здании. Пришел черед обновить и историческую постройку. В ней сейчас размещается районный отдел образования. Существенную, прежде всего, материальную помощь оказывают школе ее выпускники. Ныне депутаты Брянской областной думы Михаил Подобедов и Василий Евсеев. Из бюджета района выделяются средства на обеспечение образовательного процесса. К великому сожалению, награничен и не всегда хватает средств, чтобы сделать ремонт, в частности, исторического здания. И поэтому мы хотели бы обратиться с просьбой к руководству области о выделении средств на ремонт фасада и крыши здания школы. Областные власти уже готовят программы по модернизации здравоохранения и образования. Теперь руководители учреждений будут знать, когда и как проводятся работы, и из каких источников они будут финансироваться. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин, События, Трубчевск.